Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Вот эту полусгнившую корневую я не буду использовать, я лучше сделаю вот так. Мы берем новый горшок, который привезли мне хозяева этого растения. Хотя он великоват наверняка, но мы посадим сюда несколько растений, поэтому, может быть, и ничего будет. Вниз обязательно кладем керамзит, чтобы вот такого вот не происходило. Далее мы берем землю. Лучше бы, конечно, взять землю для суккулентов, поскольку алоэ все-таки это суккулентное растение, которое запасает в своих листьях влагу. Далее мы насыпали песок, чтобы почва была бедная, поскольку в Южной Африке, где оно произрастает изначально, почвы там точно не такие черноземные, как у нас. Мы берем самые крупные наши отростки, удаляем листья, которые нам не нравятся, поскольку они, собственно говоря, пожелтели. Вот черенок, черенок, который готов к посадке. Лучше бы, если бы он полежал на столе сутки, двое, трое, не проблема. А вот поливать мы его сейчас не будем. Мы польем его дня через 3-4. Это способ, который 100% работает. И вот это растение мы как раз сажали вот таким же образом. Далее мы это растение отправляем на солнечный подоконник, друзья, не в тень. Ну а если теневая сторона, то все равно самое светлое место выберете для этого растения. Маленькие отростки, которые будет давать снизу, можно обламывать прямо у земли. И таким образом вы сохраните вот это растение. Нам-то нужно, чтобы листья были большие и жирные. Вот, собственно говоря, и все сегодня про алую. Ну а теперь ответ на вопрос, который ведущие задали в прошлой программе. Сколько перцев было посажено в улитку, сколько проросло и сколько мы пересадили в горшки? Отвечаю. Посажено было 10, проросло 5, одно погибло. И в горшки мы посадили 4 перчика. Это были 3 минуты о загородной жизни. Я Сергей Богатский. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова